Параллельно в Саранске соревнуются две возрастные группы юношей и девушек, биатлонисты 15-16 и 17-18 лет. Младшие борются за путевки в финал 12-й зимней спартакиады учащихся России. Он стартует в Сочи 27 февраля. Путевки туда получат пять сильнейших команд. Старшие спортсмены сражаются за право выступать на первенстве России. Оно, к слову, также пройдет в Саранске с 19 по 27 февраля. Что касаемо возраста 15-16 лет, то здесь явные лидеры спортсмены Удмуртской республики пока что набрали большое количество очков. Также неплохо выглядят спортсмены Киевской области и Пермского края. У старших здесь общий командный зачет не подводится. Здесь также в лидерах спортсмены Удмуртской республики, Киевской области, Пермского края. Первого и второго февраля прошли тренировки, а третьего приступили к соревнованиям. Первыми на старт индивидуальной гонки вышли спортсмены в возрасте 15-16 лет. Юноши прошли 10 километров. Победу праздновал Александр Фоминых, представитель Кировской области. Девушки преодолели дистанцию в 7,5 километра. Лучше всех оказалась Дарья Васильева из Удмуртии. В воскресенье в борьбу также в индивидуальных гонках вступили старшие биатлонисты, юноши и девушки. От 17 до 18 лет юноши прошли 12,5 километров. Быстрее всех с дистанции справился Айдар Абдулин из Татарстана. Девушки стартовали на 10 километров. Победу праздновала пермская биатлонистка Милена Чумакова. Но в понедельник, 5 февраля, окружное первенство продолжилось спринтом. Младшие юноши вышли на дистанцию в 6 километров с двумя огневыми рубежами. С особым настроем на старт выходил уроженец Димитровграда Ульяновской области, выступающий за Мордовию Михаил Чистоткин-Духалин. Подрастающий биатлонист ставил себе цель исправить ошибки, допущенные в индивидуальной гонке принести своей команде очки. Получилось не все. Последние стойки не доработал немножко. Можно было последние закрывать. Было бы легче на последнем кругу. Однако результат неплохой. Михаил вошел в топ-10 и расположился на седьмой строчке. Повторить свой субботний успех стремился кировчанин Александр Фоминых. Он уверенно финишировал спустя 11 минут 37,1 секунды, но допустил ошибки в стрельбе и предоставил соперникам шанс себя обойти. Стойку немного завалил, два промаха. Первым и последним надо было дорабатывать. Думаю, смогут подвинуть, потому что сейчас вот после второго рубежа идет парень с одним промахом. А мне финишный круг достался очень тяжело. Тот самый парень Максим Абтыкаев из Башкортостана вскоре тоже финишировал и показал результат на 15,2 секунды быстрее Александра Фоминых. Перебить его время уже никто не смог. Кстати, пришелся и сильный снегопад. Тем, кто не успел отстреляться до наступления непогоды, пришлось тяжелее. Я выдал все, что смог. Один промах, к сожалению, сделал, поторопился. Но дистанция так-то тяжелая, более пологая. Было тяжело, а потом отправился. Было сначала хорошо, а потом под конец увидел снег. Хочу добавить, а то все заметет и уже могут не поехать. Думаю, у нас есть шансы, потому что мы, в принципе, очень хорошо пробежали. На Индию тоже хорошо пробежали. Я надеюсь на свою команду, что она из «Парнице» сможет отыграть очки, чтобы мы поехали. Замкнул тройку лидеров Кирилл Кустов из Пермского края. Его отставание от лидера 16,8 секунды. Следу на дистанцию в 4,5 километра вышли девушки. Уже второе золото отправилось в Башкортостан. Первый к финишу спустя 15 минут. 24,5 секунды пришла Яна Гимаева. Вслед за ней спустя 33,1 секунды финишировала удмуртская спортсменка Валерия Шемякина. Третий результат у ее землячки Владиславы Антугановой. Отставание от лидера 40,7 секунды. 6 января на решающий старт выйдут старшие спортсмены. Юношей ждет спринт на 7,5 километра, а девушки преодолеют 6 километров. Ирина Семенова, Владимир Ильин. Народные новости.